Всем привет, на связи Борис Искалов, сайт вессам.ру И давайте в этом видео я вам коротко расскажу о вопросах безопасности в Египте Вообще какая сейчас обстановка в Египте на сегодняшний день Ну, естественно, коснусь курортных городов Хургада, Шарм-эль-Шейха Смотрите, ну давайте коротко, коронавирус, честно, вообще не люблю никогда записывать на эту тему Уже он надоел порядком, так как никуда нельзя уехать Но, тем не менее, думаю, многим интересно Ну, смотрите, тест на коронавирус сюда нужен Есть подробное видео, правил въезда в Египте Посмотрите его, смотрят его буквально мельком в аэропорту Не знаю, то есть, так мельком взгляд бросит и все И не проверяют Какие здесь меры безопасности? Ну, также вот меры безопасности от коронавируса здесь две галочки То есть, допустим, ну, в отеле стоят все в масках Выдают, ну, нельзя брать еду Самому выдают вам ее повара Ну, вот на этом все и заканчивается Например, те же стаканы могут быть просто не особо чистыми Так как на потоке вам их быстро очень моют И все остальное так же, как еду могут взять Одними руками что-то помыть И потом еще эту еду наложить То есть, ну, все эти правила То есть, ковидные тут две галочки В принципе, вот помимо отелей И только еще вот Меня в Макдональдсе всегда заставляют надевать маску Ну, и в Гомле магазин-супермаркет Где покупают очень много людей еду Я надеваю тоже эту маску В остальных магазинах не смотрят на это Даже не спрашивают, идешь, вроде идешь, покупаешь Так же, как и в маршрутке Официально надо, но никто тебя На счет этого не спрашивает То есть, ну, в принципе Так же, как ты едешь, допустим, в такси Если вдруг он увидит пост, скажет Надень маску, а то могут оштрафовать Вот и все Опять-то, какая-то ситуация Сколько больных, заболевших Ну, честно, не знаю, не слежу за этим Самому интересно просто следить за актуальной ситуацией Ну, опять-то, так же, как и во всех странах Кто-то болеет, и туристы, и местные жители И кто здесь живет Вот Давайте коснусь другого вопроса безопасности Многие спрашивают, еще безопасно ли в Египте Как вы помните Например, в Египте сначала были революции 2011, 2012, 2013 2014 было какие-то, ну, неспокойные времена Когда там постоянно менялась власть Потом был сбит российский самолет Там в 2014 году Ну, вот, я сразу скажу То, что сам видел за эти несколько месяцев Тоже знакомый, говорит Опять, вот В курортных городах вообще ничего этого не ощущается Никогда Но даже в Хургаде, вот, например Есть прогулочная улица Мамша, и там, допустим У полицеи, вот, она длинная, конечно Ну, в течение этой длинной улицы Четыре полицейских поста Плюс у них там стоит какой-то Автомат, пулемет Я уж не стал снимать В прямую, потому что они На открытой местности Как-то аккуратно их не снимешь Ну, это есть Ну, также, например Когда вы ездите между куда-то, допустим Вот я езжу из Хургады в Каир Из Хургады в Ильгун Обязательно То есть между регионами проверяют Также люди в форме Там с автоматом Ну, вооруженные Проверяют документы Проверили Там автобус дальше поехал То есть, ну Какие-то отголоски этих событий Еще есть То опять в целом Турист, особенно если вы в отеле Ну, спокойно можно гулять Ну, обычная обстановка Ничего сверхъестественного я не заметил За эти несколько месяцев Кроме проверки Вот этих паспортов Постоянно между регионами Вот Какая вот обстановка Из-за ковида Вот даже сами местные говорят Что, конечно, стало жить Из-за революции А тем более ковид Стал жить очень бедно Многие отели заброшены Закрыты Многие магазины Кафе закрыты Вот ты идешь по улице гуляешь И поэтому говорят Не так, как раньше То есть Сейчас надо следить за вещами Вот реальные случаи Которые были Например, у моих знакомых Допустим, велосипед Прямо с подъезда С этим С пристегнутым Вырвали Хотя, говорят Раньше никогда Этого не было Потом вот из нашего отеля Турист, допустим Ездила на экскурсии Там, где много людей Народу на какой-то яхте кататься И потом не нашла телефон Опять сама она потеряла И телефон Украли Ну вот и сами местные Кто здесь живет Мне тоже подтверждали Что сейчас Надо аккуратнее следить За вещами За всем Это не так спокойно Как раньше То есть Есть воровство Также Не стоит сумочку там носить Или на одном плече Чтобы вас ее не сорвали Просто следить За своими вещами Вот Ну и следующий момент Вот Даже больше небезопасности Касается обстановки Ну очень-очень-очень Навязчивают торговцы Видимо туристов нет Бизнес не идет Ну и раньше В принципе здесь так было Если допустим Ты ведешь Там даже В тех странах Индия Гуа Ну в Гуа Во Вьетнаме В Таиланде Хотя бы Мимо рядов То торговцы Да К тебе пристают Увидеть Что ты смотришь На товар Тут Вот есть прогулочная Большая улица Мамша Ты идешь по ней Метров 30 От этих магазинов Так они несутся И пытаются тебя Всячески Затащить в этот магазин Причем Ну вот Самый навязчивый Торговцы Из всех стран Где я не был Я был в 40 странах Вот на данный момент Здесь Причем Ну и во всех Остальных странах У меня прокатывал Просто их игнорируешь Идешь дальше Здесь они очень хорошо знают русские Начинают как дела Можно один вопрос То есть ты просто игнорируешь Они тебя А что это Какой невежливый И так нехорошо Ну то есть реально Вот здесь я просто прибавляю шаг И говорю Ну приходится что-то им ляпнуть в ответ Вот Но это Ладно Я скажем Мне проще Вот когда допустим Еще идет Одна допустим Девушка Или две подруги Вот Египтяне Очень любят русских женщин Там русских Ижезричных женщин Они веселые У них подвешенный язык Могут хорошо одеться Помимо того Что продать Они еще будут Ходить знакомиться То есть пройти спокойно Вот допустим Погулять Порелаксировать Понаслаждаться Например вечером Особенно если вы Девушка Одна То есть Здесь не получится Опять ничего Конечно страшного Но будут постоянно Делать комплименты Что-то приглашать Чем-то угостить Даже если Я иду там с девушкой Или кто-то Парень идет с девушкой Он умудрится Даже при парне Какой-то комплимент Ну такое ненавязчивое Но все равно Сделать То есть Очень назойливое Ну опять Если кому-то интересно Если кому-то Это вдруг надо Тут очень много Русских Вышли в итоге Замуж за египтян Но если вы не ищете Там Какого-то знакомства С арабскими мужчинами То вам будет Немножко некомфортно Вечером одной гулять Постоянного внимания Торговцев И местных жителей Которые желают Познакомиться Ну так Давайте подведем итог Что в Египте Ну безопасность На том уровне На каком она есть В не сильно развитых странах То есть просто следить За своими вещами Второй момент Вот что я бы отметил Очень-очень назойливые Торговцы Которые надоедают Какого-то действенного способа Как от них избавиться Кроме как прибавить шагу Я не нахожу Игнорируешь Все равно за тобой бежит Не отвечаешь Он еще тема умудрится Что-то сказать Почему-то такое невежливое Кстати Очень важный момент Вот в взятки странах Этих торговцев Ну Не буду называть Несколько слов мат И какие они Нехорошие Они не понимают А здесь Египетя Они очень понимают Русский язык Так что Будьте аккуратны В выражениях Вы думаете Что они не понимают Они могут все понять Ну все Вот такая обстановка Сейчас в Египте Всем пока С вами был Борис Соколов Сайт Виза-сам.ру Если вам понравилось Это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Ну и до встречи В следующих видео Пока-пока Вот здесь кнопочка Подписаться Как вы видите На нашем канале Я даю информацию Только-только С места событий А не как туроператоры По отзывам По картинкам Так как сам был Более в 40 странах Регулярно Постоянно путешествую И все Самое интересное И новое Будет на этом канале Пока Пока-пока Продолжение следует...